Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да, вроде как удалят арбитры, потому что его крупным планом показывал режиссер. Нет, Курт Сойер получает 2 минуты, получает их за удар соперника по рукам. Это было ясно еще по жесту судьи на последних секундах периода первого. В большинстве Детройт 8,45. Не слишком впечатляющая статистика большинства для плей-офф. Даже если уподобить эту статистику, статистику игры в неравных составах Детройта в регулярном сезоне. Так вот, первый гол, который пропустил Жозе Теодор, который целиком и полностью гол вратарский. После него Джоэль Кионовиль оставил Теодора в рамке. Может быть уже тогда у тренера Колорадо появилась мысль о том, что надо выпускать Питера Будай. Но не ломать же голкипера, пусть и проводящего последний сезон, пусть и зарабатывающего в среднем за год больше 5,5 миллионов долларов. Вернее, около 5,5 миллионов долларов. Тренера, голкипера, который в одиночку вытянул, практически в одиночку вытянул серию с Миннесотой. Возможно, не знаю, какие мысли были в голове у наставника Эвилос. Честно говоря, в эту голову не кто-то хотел, не хотел. По борту пробрасывали наискосок, никого в этом сезоне не волнует. В общем, понятно, по тем указивкам, которые получили судьи перед началом сезона, собственно, и можно было такой вывод сделать. Шайба покидает пределы площадки, никого не каснувшись. Если вылетает она из зоны обороны, будь добрый, отдохни две минуты. 5 на 3 недолго играет Детройту. Детройту, который выиграл в чужой зоне в Браслине. Детройту, который сейчас еще одну точку в чужой зоне получит. Томас Холмстрим, 96-й, 13-й, Датсюк, 40-й, Зетерберг и два защитника лучше. Ее у Детройта, Литрия Марафански. Теперь Детройт прииграл в Браслине в чужой зоне. Впрочем, усилиями Павла Датсюка в этой зоне остался. Четвертый человек вот-вот должен выйти у хозяев площадки. Пока Павел Датсюк против Адама Фута. Это вот уже четвертый Сатик, 19-й, 22-й Хэддон, 52-й Фута и 34-й Курцойер. Бросок, штанга и гол! И вот, наконец-то, вспомнили защитники Детройта, что бросать надо с дальней дистанции в большинстве. Правда, бросал никакой не защитника, по-моему, Хенрик Зетерберг. Я уж не знаю, кто подправлял эту шайбу или нет, но пока медь на мяча в зиме, что Хенрик Зетерберг становится автором четвертого гола. Хенрик Зетерберг забрасывает свою первую шайбу в сегодняшней встрече. И вот, смотрим, Павел Датсюк на Зетерберга. Тот посмотрел дальше опять на Датсюка. Вот уже сейчас появляется четвертый игрок. Датсюк на Зетерберга снова. Тот поглядел, поглядел. Увидел, что Холмстрюм закрыл всем и вся видимость. Еще и Адам Фу, две широчайшие спины. Ну и вот он, вот он бросок. Лидстрюм... Лидстрюм и Зетерберг небольшая перепасовка. Не знаю я, честно говоря, запишу здесь Датсюку передачу или нет. В пользу Реглис. Во втором пока что 4-0. Зетерберг опять делает в чужой зоне, что хочет, правда, обвести себя не позволяет. Вот здесь Руслан Салей. Один из немногих европейцев, который бьется до конца всегда и в любой ситуации Руслан Салей. Потому в любой команде, особенно перед плей-оффом, особенно в кануне дедлайна, становится очень желанным гостем и желанным приобретением. Вот приобрел в Болораду Руслана Салей в дедлайн. Подписал Питера Форсберга. Вернул Адама Фута. И оттокий камбэк в 90-е. То, кстати говоря, о чем, наверное, некоторые болельщики Детройта тоже хотели помечтать. И может быть, так сказать, под влиянием компьютерной игры, которую там находил 2008 и так дальше. Нету хоккейного менеджера в природе. Существует только футбольный. Так вот, тоже создавали команду мечтой. Дескать, давайте Сергея Федорова. Давайте еще некоторые договорились для того, что выдернем из... Оттава-Чикаго Мартина Лапойнта. Не стал Кэн Холланд делать ни того, ни другого, ни третьего. А взял, укрепил оборону, добавил жесткости и мышц. А приобретя Брэда Стюарта, этим красные крылья ограничивались. Бел уж, если хотите, простите за резкость. Но если такому человеку позволяет бросить аж два раза по братам Питера Буда, простите, чуть искала Жан-Зе Диадора, то это о чем-то говорит. Еще один выход, два в одного, подключается Зеттерберг, издали бросок, гол! Вторую шайбу свою забрасывает Зеттерберг, и ситуация это для гола, куда менее подходящая, нежели на третьей минуте возникшая второго периода, когда Зеттерберг свою первую шайбу забивал. Датсюк и Холмстром поначалу вроде как два в одного выкатились против Колорадо, а из глубины подключился Хенрик Зеттерберг, который эту же атаку, собственно говоря, и родил, да, собственными усилиями. Вот Датсюк, вот Холмстром на пятак сразу же поехал, не стал растягивать фронт атаки, не стал открываться на дальнюю штангу. Чуть ли не до автоматизма все движения, все вектора движения Томаса Холмстрома в чужой зоне отточены. Видите, который Холмстром по ходу плей-офф, похоже, что вознамерился сделать обязанности своими единственными. А между тем, спитака датсюк не слишком много забивает, что с Нейшвиллом, что с Колорадо. Тому виной не только Томас Холмстром, если вообще вину можно поставить. Что-то человек, который играет в команде, которая уже одной ногой. В финале конференции. Дело еще в том, что, как я уже отмечал, защитники Детройка в большинстве практически не бросают. Бросков с дальней дистанции. Ну что, хитрее Кенрика Зеттерберге. Несколько очень голевая позиция. Да тем более не Теодор в воротах, а Будай. Тем более, что леворукий Хэнк обрасывал с левой части лицевой линии. Но счастлив. Пусть может быть не столь харизматичен, как Форсберг или Сатик. Тем не менее, очень хорошая, очень надежная рабочая лошадка, которой, можно быть уверен, многие не подкосятся никогда. Которая будет вести до упора. Сколько надо, сколько и будет работать. Павел Датсюк с партнерами тем временем очередную атаку организует. Теперь уже на ворота защищаемый Петром Будаем. Николас Лейстрем в подмогу партнеров. Оставит корпус не тот Томас Холкрем, не тот уже появившийся Йохан Франзенит Холкрем. Все-таки броски вы видите. Какие тут могут быть комментарии. Не будет никакого проброса Лейстрем. Не совсем удачно на Цука. Илон Гейдук, Сатик бросает и не попадает в ворота капитан. Колорадо, хотя Крис Озгуд готов уже был среагировать. Выкинул ловушку голки про Детройку, но есть шанс еще у Криса Озгуда проявить себя. Правда, бросок не доходит до голкипера и Михаил Самуэльсон сейчас объезжает. Азетер Берга, но не будем слишком долго и усердно обвинять Лайлза. Защитник Борджа атакующий, нежели обороняющийся. Хотя, в принципе, по своему заходу, по своим повадкам Борджа, напоминающий Туэй Дефенсменом. Как говорят, да, каким является Николас Лейстров, каким является Кима Тиммлин. Не в титулах сейчас, не в возрасте дело, а в принципе по заходу, по посылу, как играет хоккеист на площадке. Понимаю, получили и тот, и другой. Таким образом, 8 полевых игроков на площадке. Обыгрывает Брайан Рафалски и Милана Гейли, по которому, по-моему, уже ничего в этой встрече не надо. Зетерберг. Хотелось еще бы понять, кому сколько выписали. По две минуты или же... По чечайне по четыре. Похоже, кто малыми штрафами. Вот как получил травму Хэннон. И без того, в общем-то, не самый здоровый хоккеист в плане состояния, да, здоровья. Не габаритов, не антропометрических данных. Все Колорадо, весь Колорадо, вернее сказать, будет так. Ломаный и переломанный в этом сезоне. Но вот кто может ходить хоть как-то, хоть стоять на коньках, все сегодня на площадке. Последние силы. Зетерберг. Удаление будет у Колорадо. Иными словами, все относилось, так сказать, забивало. На мой взгляд, Детройту неплохо было бы. И вот так вот завирали. Предполагаю, усилиться перед дедлайном. А человеком в третье звено, которое может составить некую конкуренцию. Дэна Укалилии, Хенри Кузеттерберг, Крис Удрейпер, уже заговариваться стал. Может быть, где-то Даллас Удрейку. При этом человек должен был быть в достаточно хорошей, высокой скорости. Не такой, конечно, Удрейпер, а он лучший год, но где-то сравнимый с ней. И, может быть, не помешал бы Детройту финишер. Да такой человек, каким был в свое время Брэд Халл, каким в свое время был Брэндон Шеннахан. Но таких людей сейчас в национальной хоккейной лиге вообще наперечет. Учитывая то, что Халл с хокеем вовсе завязал, Шеннахан перешел в «Арэнджерс» давным-давно. Играет там не на своей позиции, не только в равных составах, но и в меньшинстве. Но это понятно. Сейчас мы не будем не видеть в такой частный хоккейный концентр. Хотя вот они и появляются. Вот они, Евродвинзе. Вот он вместе с ними, наверное, что, Томас Холмстрем. Но в большинстве самоккейный концентр, если особо ломаться не нужно. А вот в равных составах, я думаю, что чаще, чаще мы будем видеть звеные Дерена Холма, Криса Дрейпера. 37-17. Вот-вот на четвертый десяток пойдет счет бросков поворотом Жозе Теодора-Питера Будая. 33 секунды. Три секунды. Титалый фильм на лет Джона Майкла Лайлса. Не спешит Детройс с входом в чужую зону. Алистерин Рафалский, лучший двоих защитников. Нормально не только Дедротина во всей национальной победе. Повез Датсук. Передерживает немножко шагу Датсук. Уже Рафалский возомнил себя чуть-чуть нечетвертым нападающим здесь в этом составе. Не похоже, что четвертый большинство Детройту реализовать не получают. Сейчас 100% правил. Пять лет только разговор, что о жуткой кровавом месте. О жутком кровавом противостоянии Детройта и Колорадо. Признаюсь, в 90-м не читать и перед этой серией что-то из ретроспективы. Нагнетали некоторые журналисты страсти перед четвертьфиналом между Детройтом и Колорадо. Но на моей памяти, когда последний раз сыграли между собой Айвиланш и Ред Уинс, было это в 2002 году. Уже тогда разговоров было в разы меньше, нежели в 99-м году. Продолжение следует...